Добрый день! Добрый день! Добрый день! Мамы помогают всячески, поддерживают и деток, и сами занимаются какие-то свои выставки, преподносят. Стараемся, стараемся всех творческих людей к нам. Для большинства этих женщин их творческое захопление, якому они присвящаются вольной от працы и домашних клопотов час. Глядячи на такую пригожусь, мужчины не скупились на добрые слова и пожадания. Всех-всех благ, всего самого наилучшего земного нашим матерям. Благополучие, здоровье, понимание в семье, так, чтобы дети никогда без внимания не оставляли, чтобы не знали никаких бед, горя, мирного неба над землей. Всю лета громадская акция «Дорогое слово мама», присвеченная Дню Мати и юбилейная пятая по лику. Яна собрала у актовой зале женщин разных взрослых и профессий, яких объеднуло одиное гоноровое звание «Мати». По часу рачистости организаторы ушановили переможцов у шматликих номинациях. Коли на сцену поднялась заслуженная мать и ветеран працы Ганна Анищенко, якая выховала 11 детей, 28 унуков и трех правнуков, зала аплодировала стояче. Желаю молодым только счастья, здоровья, удачи. Не бойтесь детей, глядите, сейчас вплоть, раньше нам не платили. Мы два месяца после рода побили с дитенком и пошли на работу. Работала, трудилась и теперь желаю всем удачи. Какие все были примерные, такие, как мои дети. У номинации «Жаншина Керауник» представницы пригожи полового человечества, яких одрознивая особливая поджитие отказности, самогверность у працы, энергичность и умение поспевать усе и усюды. Главное, чтобы для этого было большое желание, тогда любая женщина успеет сделать все, даже то успеет сделать и сможет, что не сможет сделать ни один мужчина. По час ушанования организаторы так само отзначили заслуги женщин-матей, які займаются громадской и миротворчей деятельностью. Сегодня мир немножко нестабилен, так вот, чтобы вместе мы и наша общественная организация, и наши женщины-общественницы, миротворки, в силу их возможностей и проводили соответствующую работу. А если будет мир, будет жизнь. Как сказал Александр Рягорович, главная ценность человека – это мир и жизнь. Не обмянули уваги и молодых шмадетных матей, бо повышение в громадстве этого статуса, пропаганда семейных каштовностей и поддержка молодых семей – это приоритетных задач нашей страны. У нас в нашей семье трое детей, все трое школьников живут с детьми, с семьей, мы вместе с мужем живем своей семьей, своими детьми и проживаем их жизнь. Акция «Дорогое слово мама» – это еще одна махчимость подяковать и подарить радость женщинам, которые выполняли в жизни свое головное призначение и являются узором любови, надеи и пробачения. На протягу ты дня подобные урошистые концерты отбудутся у Речица, Мазири и Гомили. На их будут запрошены каля 200 мать из разных районов в области. У целом за пять годов проведения акции «Дорогое слово мама» душевные песни, верши и пожадания, як знак поваги и подяки за бесценный батьковский клопот, почули больше, как тысяча женщин. Вероника Варашилина, Валерия Гапанько, телерадиокампания «Гомель» Скармянского района. До інших тем. Сегодня день работников фармацевтишной и микробиологичной промысловости. У Гомельской области это, прежде всего, свято работников Республиканского унитарного предприемства «Фармацыя», а так само приватных аптек. Сучастная «Фармацыя» – это около полторы тысячи работников. Только в «Гомеле» послуги насильства оказывают каля 80 аптек, дарыши стольки же областным центром и коммерциных аптек. При этом, по словам кераминства «Фармацыи», разума идет выключена об здоровой конкуренции, была у всех одна задача – забеспечение насильства леками и утымлику отчинной вытворчести. На корысть их эффективности у «Фармацыи» приводят тот факт, что сегодня треть отчинных леков поставляется на экспорт. Царод задач фармацевтов на ближайший час – поставки у аптеки леков з уликом сезонного роста захворуемости на грипп. Гриппа всегда все боятся, но и как только похолодание первое, уже появляется больше покупателей в аптеках, больше простудных заболеваний. На аптечном складе и в аптеках есть неснижаемый запас разных групп, которые касаются этой противовирусной, антимикробной, противовоспалительной, жаропонижающей. У нас есть большой неснижаемый запас, поэтому перебоев с препаратами не будет. На Гомельщине изъявился еще один областный фестиваль-конкурс. Его удельниками стали установы адукации, которые проводят активную выховавшую патриотичную работу. Пришим на прикладе мясовых особенностей. Олег Сентяров сегодня надзирал за финальными споборництвами. Этот областный фестиваль-конкурс – первый по лику. По словам организатора, ягом это оценить реальную работу, которая проводится в школах по громадянскому патриотичному выхованию с выкористанием мясового краизнавшего материала. Причем это должна быть не просто работа одного наставника за одним классом, а целостная система, распространенная во всей научальной установе. Наставники погаджаются. Сегодня выкладывать материал на уроках становится все больше тяжко. За развитием интернета практически любую тему можно выучить самостоятельно. Инжняя справа, что доведаться нечто интересное, таким членом об своей малой родине, особенно когда это везко, тень невеликий город, ведьми складанам, разом с тем практика свечить, сказать об эффективной выховавчо-патриотичной работе без выкористания мясового материала не приходится. Именно краеведческая работа, работа понятная, близкая, доступная детям, потому что это населенный пункт родной, это объекты родные, с которыми не встречаются каждый день, это люди, которые их родственники, которые когда-то героически себя проявили, когда сделали для своей малой родины и для большой родины очень много. Темы, якими можно засекавить школьников, самые разные. Тут и особливости природы, и выучение местовых географичных назвов, плюс доследование истории везок и тех же традиций белорусской хаты, и еще один накерунок – выхование молоди на прикладах с життя конкретного человека, яке для Сровы целую эпоху. Ярким примером является Иван Семенович Горунов, человек, директор вечерней школы номер 7, ветеран Великой Отечественной войны, педагог. Он возглавлял вечернюю школу, в здании которой сегодня расположен современный Гомельский городской лицей. Человек, который сделал все для того, чтобы наше образование было таким, каким оно есть. Он сформировал любовь к родине у тех ребят, с которыми он общался, которых он учил. Областный конкурс по грамадянско-патриотическому выхованию школьников провели у два этапа. С початку заводчины, за анализом досланных работ, потом финальная частка. Команды рассказывают об конкретных реализуемых проектах и кажутся по достигнутым эффекте. Директор Рогачевского районного центра туризма и краизнавства «Детей и молодцы» Геннадь Титович Агучуя Личбы в экспедициях по месту боев приняли удел больше 500 наученцев, яке займалися реставрацией помников и доброупорадкованием месту войсковой славы, плюс сбирали материалы для музея, колеёсь мета, и про 70 годов после войны можно найти нечто дикавое. Постоянно совершенствуем методику нашей работы, подключаем материалы сайтов, мемориал, подвиг народа, находим документы о войнах, которые были уроженцами нашего района, воевали на различных фронтах Великой Отечественной войны, посещаем все деревни, обращаемся к родственникам, бывшим ветеранам Великой Отечественной войны, и пополняем архивные фонды Центра туризма и краеведения, и музея «Лёс солдата». Олег Синчаров, Валерий Копаньков, телерадо-компания «Гомель». На этом выпуске завершено, в студии працавала Маргарита Шубукова. Всех доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова